Человек номер один Я имею в виду, что у него монополия, он останется у власти столько, сколько сможет Бен Стиллер уже приезжал к нему, он сказал, что Шон Пен провел с ним какое-то время Кто знает, такими темпами он встретится с Де Ниро, с Пачино, к нему могут приехать многие голливудские знаменитости Я думаю, его свитеры становятся более качественными Может это спонсорство Сакс Фивс, может это Болинсиаг Кто-то из этих ребят может сотрудничать с ним, но он, возможно, не хочет, чтобы война закончилась И я не знаю, это очень параноидальный взгляд, но есть много таких противоречивых ситуаций Даже здесь, иногда, когда идет война, мы обычно склонны переизбирать того же человека, потому что переживаем Вы думаете, что у Зеленского есть желание продолжить войну? Население Украины в начале этой войны составляло 30,5 миллионов человек, по крайней мере официально В 90-х оно превышало 50 миллионов Украина долгое время теряет население, потому что это государство-неудачник Это ужасно коррумпированное и дисфункциональное общество, так было задолго до появления Зеленского Война усугубила ситуацию Сейчас мы думаем, что на Украине живет от 18 до 20 миллионов человек Постойте, с 30,5 миллионов? С 34,5 миллионов Это меньше, чем в Калифорнии Можешь проверить, Титру? Это... это... хорошо, я вижу 50 миллионов Я вижу 45 миллионов населения в 2013-м, затем 44 в 2020-м, затем 41 Можешь немного поднять страницу? Хорошо, в 2022-м 38 Немного больше 38 Итак, можешь найти численность населения Украины сейчас? Боже, правда, неужели это так? Я не знаю, соответствуют ли их данные реальности Эти цифры, полученные из Европы Это... это два года назад Вы говорите, что если это подтвердится? Я не думаю, что их было так много в 2021-м, это преувеличение Потому что украинцы постоянно уезжают Знаете, я приезжаю по делам в Лондон и Вену, и непременно встречаю кого-нибудь из Украины Они прекрасно говорят по-английски, они образованы, и я говорю, боже, что вы делаете в Лондоне? И все они говорят, ну, я не могу заработать на Украине, я не могу выжить там Вам нужно быть частью какой-либо криминальной структуры, чтобы добиться чего-то Я не хочу этого И затем я спрашиваю их, почему они не едут в США, и они говорят, меня не пускают Я говорю, вы украинец, с хорошим образованием, говорите по-английски, вы умны, и мы вас не пускаем Знаете, мы годами проводили глупую лотерею Каждый месяц доставали два имени в европейской столице Это глупо, мы могли использовать возможности этого парня в США Это другая история, но я думаю, что это изначальное число, 41, не является точным Я думаю, несколько миллионов уже уехали от безысходности Эта цифра также включает украинских граждан за границей Они включили их, но их нет, они никогда не вернутся В Германии... Итак, это также рабочая сила за границей Это не отражает реальность? Нет И у меня друзья в Германии, которые говорят мне о прибытии поезда с украинцами каждый день И в их разговорах с украинцами все до единого говорят им, я никогда не вернусь Я нашел эту статью, Роб, покажешь ее? Потому что это... можешь показать статью, которую я только что прислал Итак, в 90-м у них был 51 миллион Несколько месяцев назад было 36 миллионов И если ты покажешь эту статью, я не знаю, что это за организация, ТАСС Покажи нам эту статью Согласно аналитикам... Приблизь Согласно аналитикам, с начала конфликта на Украине 8,6 миллиона человек безвозвратно покинули страну Я так не думаю Мои европейские источники в Польше и Германии сообщают число 12 миллионов И оно растет каждый день И я думаю, что ТАСС это русский рейтер под контролем правительства, это так? Полагаю, что да Господи, это тоже русский сайт Хорошо Понятно, если эти цифры точны, вы видели статью о том, что люди так же выезжают из России Сколько людей потеряла Россия за последние 12 месяцев? Я думаю, они потеряли несколько сотен тысяч, как только стало ясно, что будет война И, честно говоря, многие русские сказали Хорошо, давайте избавимся от них Они не хотят быть русскими, черт с ними Так они настроены Да Интересно Россия... Но помните, что по крайней мере 2 миллиона русских переехали в Россию из Украины Прокрути немного вниз Роб, ты только что показывал нужную статью Роб, можешь опять показать ее нам? Хорошо, вот она В России отток населения вызвал демографический кризис на фоне войны на Украине Россия ежегодно нужна до 1 миллиона мигрантов в течение 80 лет, чтобы поддерживать текущую численность населения Прокрути немного ниже Еще ниже Видео не нужно, опустись ниже Западные военные эксперты подсчитали, что Россия потеряла на Украине 250 тысяч солдат и до 1 миллиона... В частности, путь... Да, но это чушь, это просто неправда, это вымышленные цифры Это неправда, у русских не было таких потерь И я опровергаю это Но так говорит Фокс Ньюс Они все заодно Все поют одну песню Эти вбросы готовит Ми-6 в Лондоне И ЦРУ в Ленгли Зачем им лгать об этом? Поверьте мне, я тоже человек, который не верит на слово... Чтобы убедить вас в том, что Украина побеждает. Украина никогда не побеждала, Украина не может победить. Поэтому президент Венгрии Орбан сказал, что у Украины нет никаких шансов на победу. Все, кто владеет ситуацией, знают правду. Им конец. У русских нет таких потерь. Может быть они потеряли 40 тысяч убитыми? Возможно... Полковник, говорят, мнения разделились 50 на 50. Я даже не уверен в этом. Марк Левин произнес эмоциональную речь о том, что он думает о Путине. Не знаю, слышали ли вы их? Я думаю, что 80% нашего населения... Я могу ошибаться. Может быть, 70%. 80% населения Америки на стороне Украины. Для них Россия агрессор. Очень легко убедить в этом людей, потому что, как я сказал, это похмелье после Холодной войны. И помните, что население Нью-Йорка, включая господина Левина, поддерживает все, от открытых границ до бесконечной войны с Россией и бесконечной войны на Ближнем Востоке. Я отношусь скептически к любым словам из Нью-Йорка. Редактор субтитров А.Семкин